Здравствуйте! Это Время новостей на МТВ. В студии Любовь Макарова. Смотрите в этом выпуске. Президент страны подвел итоги года в ходе прямой линии. На большой пресс-конференции побывала и моя коллега, обозреватель муниципального телевидения Светлана Ларикова. В Волгограде успешно прошли тестирование электробусы. Девять волгоградских военнослужащих удостоены орденов и медалей за мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга в зоне специальной операции. И очень ценный и необычный экспонат на выставке в музее Машкова. Завершилась прямая линия президента с россиянами. Она длилась больше четырех часов. Владимир Путин ответил на 67 вопросов. Всего их поступило около трех миллионов. Были и из Волгоградской области, они касались искусственного интеллекта и поддержки фермерства. Отвечая, президент отметил, что сельскохозяйственная отрасль в этом году сработала с большим плюсом. Обращения также приходили и из новых регионов. Россияне спрашивали главу государства о развитии экономики. Много вопросов было на социальные темы. Не осталось без внимания и тема рекордного роста цен на куриные яйца. Также интересовали россиян вопросы сферы здравоохранения, образования, ЖКХ, СВО. Владимир Путин в ходе большого разговора поблагодарил жителей регионов, помогающих военнослужащим. Он также отметил, что Россия справилась с экономическим давлением Запада. И обратил внимание на то, что реальные доходы населения растут. Показатель безработицы как никогда невелик. В 2023 году средняя продолжительность жизни ожидается на уровне 74 лет. И этот показатель неизменно растет. Что касается специальной военной операции, глава государства подчеркнул, необходимости в новой волне мобилизации нет. Отмечу, что те вопросы, которые не озвучили в прямом эфире, возьмут на контроль, по каждому обращению проведут работу. Волгоградской области и телеканал МТВ на пресс-конференции представляла обозреватель муниципального телевидения Светлана Ларикова. До прямой линии она успела пообщаться с коллегами из разных регионов. На первом этапе все журналисты страны, приглашенные на конференцию, прошли аккредитацию и получили имены и бейджи. Девять часов утра по московскому времени. Чуть меньше трех часов остается до итогов года с Владимиром Путиным. В этом году мероприятие объединит прямую линию президента и большую пресс-конференцию. К месту проведения гостиному двору уже прибывают журналисты, которые прошли аккредитацию и получили вот такие бейджики. Очередь достаточно большая, пока все в ожидании, готовятся, репетируют вопросы, которые планируют задать президенту. Делегация Волгоградской области тоже на месте. Мы надеемся, что нам сегодня улыбнется удача и удастся задать вопросы. Большое внимание на мероприятие организаторы уделили безопасности, в том числе и эпидемиологической. При входе на пресс-конференцию установлены такие дезинфицирующие комплексы. Эта разработка запатентована в России. Выделяется и луна серебра, которая абсолютно безопасна для человека, но обрабатывает кожные покровы и одежду и защищает их коронавирусные и других инфекций. Все может проходить. Светлана Ларикова, представляющая на пресс-конференции МТВ и Волгоградскую область, успела пообщаться с коллегами из других регионов. Пресс-конференция объединила журналистов со всех уголков нашей страны. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что вы приехали из Мазонии? Да, шумбрата, да? Что волнует жизнь вашей регионы? Какой вопрос тебе вам по-нибудь задать? Ну, я бы не хотела сейчас вызывать этот вопрос, но намекну, что это касается вопроса национальной тематикой. Вы сегодня в этом костюме. Это за тем на то, чтобы привлечь внимание? Ну, да, в первую очередь, чтобы привлечь внимание. А в вторую очередь, показать, что есть какой народ, что есть лирзяне, что у них вот такие потрясающие национальные костюмы. Своими ожиданиями от пресс-конференции президента с обозревателем МТВ Светланой Лариковой поделилась также коллега из Татарстана. Здравствуйте. Как вас зовут? Откуда вы приехали? Добрый день. Меня зовут Музей Дзинова. Я из Татарстана и представляю интернет-канал «Татарстан.юз». Скажите, пожалуйста, вы впервые на пресс-конференции. Чего ждете сегодня на этом мероприятии? Да, действительно, на пресс-конференции я впервые выигрывала. Настроил меня такой бой, подготовила также свой вопрос. Вопрос, кстати, связан не только с проблемой, касающейся Татарстана, но и вообще всего привлечься к третьим нам. Посмотрим, удастся ли нам задать этот вопрос. Но вообще планирую. Отлично, желаю вам удачи вам. Спасибо большое. Пресс-конференция Владимира Путина с журналистами страны стала 18 по счету. В этом году она проходит в объединенном формате с прямой линией. Напомню, на пресс-конференции главы государства Владимира Путина сегодня работала наша коллега, обозреватель телеканала МТВ Светлана Ларькова. Новые электробусы в Волгограде успешно прошли тестовый период и вышли на плановую мощность работы. Сегодня по удлиненному маршруту номер 15 от улицы Тополевой до ЖД вокзала Волгоград-1 курсирует 16 единиц экологичного общественного транспорта. Увеличить его количество на линии, а также сократить интервал движения в час пик до 8-10 минут муниципалитету удалось благодаря запуску всех станций ультрабыстрой зарядки. Как оценивают обновления пассажиры, расскажет Екатерина Кудряшова. С 20 до 100 процентов эти электробусы заряжаются всего за полчаса. Полного заряда аккумулятора хватает на 80 километров пути. Нажимаем на кнопку, пантограф поднимается и загорается значок, то есть пантограф поднятый, вилочка и пошел процесс зарядки. Три зарядочных модуля расположены в депо Кировского района, еще один в троллейбусном парке Краснооктябрьского. Электробусы и четыре ультрабыстрые станции для подзарядки Волгоград получил в рамках проекта «Безопасные качественные дороги». С их ввода в эксплуатацию интервал движения электробусов сократился, а количество подвижного состава на линии заметно увеличилось. С 1 декабря маршрут электробуса был продлен до ЖД вокзала. На линию вышло 12 единиц. Работали мы с одной зарядной станцией. Сейчас у нас на линии уже 16 единиц электробусов. Изначальный интервал движения с 1 декабря у нас составлял порядка 12-14 минут. Сейчас у нас интервал движения составляет порядка 10 минут. Протяженность маршрута 19 километров. В день электробусы совершают 158 рейсов, на 40 больше, чем раньше. Первый рейс от улицы Тополевой отправляется в 5.25, последний в 21.49. Такое расписание позволяет держать в резерве еще 5 электробусов. В случае необходимости они готовы выйти на линию. Просто замечательно. Я так думаю, что все волгородцы ждали, особенно жители Кировского района и Советского района. Электробус, он не едет, а просто плывет. Правда, настолько вот очень мягкий, очень хороший, комфортный автобус. На 15 маршруте работают 29 водителей. Еще 12 присоединятся к ним после прохождения стажировки. Позитивно оценивают изменения в работе электробусов и пассажиры. Евгений Дегтярев ежедневно добирается до ЖД вокзала из Ворошиловского района. Электробус – для него самый удобный вид транспорта, с комфортом и без пересадок. Автобусы отличные, все тихие, спокойные, чистенькие, аккуратненькие, места полно. Не ходит, удобно, и оплата тоже хорошая. Удобно, без кондукторов передачи. Зашел, оплатил. Интервал сейчас получше стал. Больше автобусов появилось, электробусы вообще отлично. Прямо довольны. Вместимость электробуса – 85 пассажиров. Машины удобны для поездок и для пожилых, и для маломобильных граждан. Оборудованы пандусы, действует система книлинга. Для зарядки гаджетов есть USB-разъемы. Оплатить проезд в электробусе можно тремя способами. Наличными – банковской картой и транспортной картой «Волна», в том числе проездным на автобус. Я еду в Кировский район. Меня очень нравится. Чисто, светло, уютно. Много пассажирских мест, вот именно сидячих. В других автобусах меньше. Расписание тоже вполне устраивает. Я сейчас пропустила двойку, чтобы сесть на 15-й. Да, мне очень нравится. В рамках целевой безвозвратной федеральной субсидии в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» муниципалитет получил 21 электробус. Их закупка и обустройство инфраструктуры – продолжение работы администрации Волгограда по развитию городского электротранспорта. За два года приобретены 112 троллейбусов с возможностью автономного хода, 60 автобусов большой вместимости. Большая часть техники уже работает на линии, оставшиеся поступят на баланс транспортных предприятий до конца этого года. Кроме того, в рамках инвест-соглашения в 2024 году в Волгоград поступят 62 трамвайных вагона. Ход выполнения регионом проектов по модернизации инфраструктуры электротранспорта в октябре этого года высоко оценил заместитель председателя правительства РФ, руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко. Екатерина Кудряшова и Дмитрий Макаров. Время новостей. Дорогу мусоровозу сотрудники регионального оператора продолжают призывать к сознательности автовладельцев, которые, оставляя свои машины, где попало, мешают проезду спецтехники, увеличивают время вывоза мусора. В Орском представителе регоператора вместе с сотрудниками ГИБДД проверили, насколько легко водители мусоровозов могут подъехать к мусорным бакам, а затем выгрузить отходы. Улица Карбышева, 120. Чтобы подъехать к выкатным контейнерам, водитель, как ювелир, рассчитывает путь до миллиметра. Проезжает в притирку к припаркованным авто. Увы, с такой ситуацией сотрудники компании «Экоцентр» сталкиваются почти в каждом дворе. Есть четкий алгоритм у водителя. То есть он выходит из транспорта, фиксирует проблематику, фотографируя это, ну и как бы уезжает на другой адрес, выполняя маршрут. Но ему приходится из-за жалоб возвращаться на эти адреса повторно. То есть мы иногда на один и тот же адрес выезжаем по 2-3 раза. На вывоз коммунальных отходов отводится считанное время. 5-10 минут, в зависимости от количества баков, на каждой контейнерной площадке. Если проезд недоступен, спецтехника вынуждена двигаться на следующий адрес. Сегодня наша спецтехника не смогла подъехать к контейнеру, забрать мусор, ломаются маршруты. Если машина вовремя не забирает отходы, идет перенакопление. Тем самым мы видим недовольство самих жителей. Поэтому, в первую очередь, этот вопрос зависит от нас всех. Водители мусоровозов оставляют на лобовом стекле автовладельцев информационные памятки с просьбой не парковать машины на пути. К решению проблемы подключились автоинспекторы. Парковка возле подъезда, если стоит знак запрещающий вывоза мусора, то обязательно водитель должен будет привлекаться к административной ответственности. Акцию «Уступи дорогу мусоровозу» региональный оператор начал в областном центре. Но эта проблема актуальна не только для Волгограда. Планирую в перспективе провести данное мероприятие во всех крупных наших городах области. Вполне возможно, что следующее это будет Урюпинск, Камышин и так далее. Это такая, знаете, постоянная работа. Работа с населением в этом направлении, в этом вопросе. Потому что, опять же, это наша с вами культура. Представители регионального оператора просят автовладельцев проявлять сознательность и парковать свои автомобили так, чтобы не создавать препятствий для движения спецтехники и уборки мусора. Ирина Абрамова, Роман Седлецкий. Время новостей. Они без раздумий встали на защиту Родины. Их заслуженно называют героями нашего времени. Указом президента России 9 волгоградских военнослужащих удостоены орденов и медалей за мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга в зоне специальной операции. Государственные награды участникам СВО вручили в Триумфальном зале Музея-Заповедника «Сталинградская битва». У нас батюшка с мамой Курганом. Он нас провожал, подарил нам иконки и крестик. Вот он до сих пор со мной, он всегда со мной. Волгоградец с позывным «Дух» Юрий Курочкин прошел Афганистан. В 2014-м в ополчении воевал за Донбасс. Своей настоящей родиной уроженец Киева считает Россию. Защищать ее интересы добровольцем пошел и на спецоперацию. Указом Верховного Главнокомандующего награжден медалью за храбрость второй степени. Мне многие раз задавали вопрос, почему я иду воевать. Я шахохул, как ты, против своих. Там моих нету. У меня деды все воевали с бандерами в Великую Отечественную. Дед всю войну прошел, а потом под Ольбомом защищал. А я внук должен сидеть здесь. Я и приехал с внуком, чтобы мой внук видел это. И пошел точно так же, когда если вдруг придет время, чтобы защищать Россию. Кадровый военный Игорь Некрасов на линию соприкосновения поехал осенью прошлого года. Говорит, не мог поступить иначе. На Донбассе помогал мирным жителям, с честью выполнял поставленные командованием задачи. На поле боя потерял ногу, духом не пал. Награжден орденом мужества. Наша задача была удерживать освобожденные позиции, занятые. Чтобы их назад не заняли украинцы. С товарищами, со служивцами, кто с Чечни там остался, с ними общался, переписывался. Ну, они рассказывают, что так это, а как товарищи бросишь. Я говорю, ну вот, рвался товарищам своим помогать боевым. Свою награду Константин Бормотов принимает скромно. Героем себя не считает. Указом главы ДНР за личное мужество удостоен медали Донецкой Народной Республики за отвагу. Ну, там наши парни, надо им помогать. Страшно там, периодически бывает, естественно, война. А больше всего запомнилось это боевое братство. То, что все вместе. Все всегда друг друга защищают, помогают, никогда не бросают. Под звуки гимна России бойцы стоят смирно. На кадры хроники смотрят с грустью. Каждый думает о своем. На груди заслуженные награды, а в глазах родных слезы счастья и гордость за своих защитников, наследников поколения победителей. Ваш кодик, ваши отмены – это пример и для сегодняшнего молодого поколения, и для будущего поколения нашей Великой Родины. Спасибо вам за это. Мы, жители Вангарской области, граждане России, богатимся вами. Каждый из этих девяти военнослужащих для своей семьи и для жителей всей страны – пример для подражания. Награды нашли своих героев, но они сражаются вовсе не за медали – за свою страну и за будущее России. Екатерина Кудряшова и Дмитрий Макаров. Время новостей. Кому повысят зарплату в 2024-м? Миллиард в специализированный фонд «За победу», взлет цен на жилье в новостройках? И во сколько обойдется волгоградцам празднование Нового года и январские каникулы? В эфире краткий обзор самых читаемых публикаций портала mtv.online. Около полутора миллиона туристов посетили Волгоград в этом году. Дальше – больше, заверил губернатор Андрей Бочаров на выставке «Россия» на ВДНХ. Мир не без добрых людей. В специализированный фонд «За победу» поступил миллиард рублей. Куда направят средства? В новом году волгоградцам могут повысить зарплаты. Работодатели из каких сфер окажутся самыми щедрыми? На ценнике – одно, на кассе – другое. Сотрудники регионального Роспотребнадзора рассказали, как действовать волгоградцам в этой ситуации. Цены – до небес. Насколько подорожали квартиры в новостройках? Читайте на mtv.online. Помогут украсить дом или квартиру. Перед Новым годом волгоградцы все чаще обращаются к дизайнерам. Поправки в региональном законе затронут сроки реализации программы капремонта. Все подробности на mtv.online. В Волгограде началась установка главной городской елки. Как ее украсят в этом году, узнаете на нашем сайте. Во сколько обойдется волгоградцам празднование Нового года и январские каникулы? Красиво, вкусно и комфортно. В новой школе номер 123 в Ворошиловском районе открылось кафе, оформленное в молодежном стиле. Тюбик зубной пасты – сюрпризом. В Волгоградскую колонию пытались доставить наркотики. Читайте также, как служба безопасности Сбера раскрыла преступление. Почему обанкротился маслосырзавод под Волгоградом? Специалисты рассказали, как стрессы влияют на организм. В Волгограде впервые пройдет фестиваль Дедов Морозов. Когда и где? Об этом и не только читайте на сайте mtv.online. Фоножовщина в Котово и фальшиво-монетчик в Михайловском районе. Далее криминальная хроника о происшествиях на территории региона за минувшие сутки расскажет сотрудник пресс-службы регионального главка МВД России Яна Маркина. Накануне в районную больницу города Котово с проникающим ножевым ранением в области спины был доставлен 24-летний молодой человек. О травме явно криминального характера медики сообщили в полицию. В результате проведения оперативных мероприятий полицейские задержали 40-летнего ранее судимого мужчину, подозреваемого в совершении данного преступления. Установлено, что в ходе распития спиртного и возникшего конфликта задержанный взял в руки нож и нанес удар в область спины потерпевшему. Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит наказание до 10 лет лишения свободы. В Михайловском районе местный житель подозревается в сбыте поддельной денежной купюры. С его слов, на улице он нашел фальшивку и несколько раз пытался ее разменять или приобрести на нее продукты в торговых точках. Бдительный работник одного из магазинов, увидев, как подозреваемый ходит с этой купюры от одной торговой точки к другой, обратился в полицию. Экспертиза подтвердила, что банкнота изготовлена непроизводством госзнак. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Напоминаем, если вы обнаружили фальшивую купюру, не пытайтесь ею расплатиться или передать ее кому-то еще. Тем самым вы совершаете преступление. Отнесите фальшивку в полицию или сдайте ее на экспертизу в любой банк. Волгоградские оперативники задержали двоих жителей Владивостока, подозреваемых в мошенничестве, под предлогом продажи поддержанной иномарки. Молодые люди в начале этого года получили от жительницы Калача 2,5 миллиона рублей, но так и не завершили сделку, присвоив их. Полученные обманом деньги они потратили на собственные нужды, в том числе один из них сыграл на них пышную свадьбу. Для задержания мошенников полицейские выезжали в Приморский край. Аферисты, доставленные в отдел полиции, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. С 12 декабря посетителей музея изобразительных искусств имени Машкова встречает редкий, очень ценный и необычный экспонат – очаровательный маленький дракон. Эта фарфоровая фигура поселилась в Волгоградском музее в 1961 году, но для посетителей она становится доступной лишь раз в 12 лет, когда по восточному календарю наступает год дракона. Об экспозиции формата выставка в выставке, символическом значении цветов дракона и многом другом интересном расскажет Дарья Коломниченко. Вот такое прелестное существо теперь встречает волгоградцев в выставочном зале музея имени Ильи Машкова. И его здесь очень долго ждали. Так сложилось, что этот дракон родом из Китая – один из самых первых экспонатов учреждения, но выставляется он не часто – всего лишь раз в 12 лет. Своё законное место маленький очаровательный дракон занял на все новогодние праздники и уже ловит на себе восхищенные взгляды. К нашему музею Горынычу нет таких, ну, витьеватых каких-то узоров, возможно, рога тоже отсутствует. Очень понравилась татуэтка, необычные цвета. Мне понравилась вот гамма цветовая, сочетание бирюзового такого темного и сиреневого светлого. Вообще, ну, драконы – символ Китая в современной культуре тоже часто используются. Цвета действительно первое, на что обращаешь внимание. И у каждого оттенка здесь своя символика. Фиолетовый цвет – это символ благородства, зеленый – это символ внутреннего здоровья. И таким образом даже само цветовое созвучие слагается в такое очень красивое пожелание. У него очень много реалистических черт. Мне кажется, он немножко похож на собачку, может быть, боксера или французского бульдога, такой мускулистый какой-то, с сильными лапами. Наряду с фантастическими чертами есть еще ряд реалистичных. Например, завитки шерсти, вполне себе острые клыки и дразнящий язык. А вот эта шишка на голове – особенность образа. В китайском искусстве считается, что именно эта деталь наделяла драконов способностью летать без крыльев. В общем и целом, скульптура отлично сохранилась, несмотря на то, что ей уже более века. Этот замечательный экземпляр создан на рубеже 19-20 веков. И эта вещь выполнена из фарфора китайскими мастерами. Ну, все, наверное, уже сейчас знают, что в восточной традиции дракон – это не опасное, коварное, злобное существо, исчадие ада, как в западноевропейской традиции, а это добрый дух. А еще дракон – символ силы жизни и оберег. Неслучайно их можно часто видеть при входе в храм или дом. Такую задачу – символ наступающего года по восточному календарю – будет нести и в музей Машкова. И обязательно подарит каждому посетителю удачу на весь 2024-й. Дарья Коломыченко, Александр Шишин. Время новостей. После выпуска новостей смотрите документальный фильм «Взгляд с высоты» о караванах по реке Волхов. 8 тысяч лет она несет свои воды с юга на север, из озера Ильмень к Ладожскому озеру. Многие века это был отрезок важнейших международных торговых путей и главная дорога огромной прилегающей территории. Именно на берегах Волхов и было положено начало российскому государству. В вечернем эфире продолжение российского детективного сериала «Департамент». Специалисты особой службы расследуют преступления по вине сотрудников правоохранительных органов. Смотрите в 18.10 на МТВ 7 и 8 серии фильма. Не забывайте посещать наши официальные страницы в социальных сетях. С подробной лентой новостей можно познакомиться на сайте mtv.online. Полная коллекция видео на Рутубе. Не пропустите главное и подписывайтесь на наш канал в Дзене. На этом все. Итоги дня подведем в 20.00. Сегодня ночью и завтра днем в Волгограде облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер юго-восточный, южный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 9, минус 11. Днем минус 2, минус 4. Днем минус 2, минус 4.